Всем привет! В этом ролике я поделюсь с вами тем, как я вылечила акне. Меня зовут Алена, я медицинский психолог-нутрициолог. Учусь на нутрициолога и по жизни буду учиться связывать ситуации физического с психическим. В общем, акне. Про акне я расскажу свою историю и своих клиенток. У меня акне было стрессовое и у меня не было вопросов, как пишут молочка, сладкое. Я и так к этому не особо равнодушна. Но у меня никогда не было истории понимания, как можно себя поддержать. Первое, с чего может начаться акне. Акне может начаться с дисбаланса кишечника. И любой дисбаланс, несварение, желудок что-то там не сработал, не кислый, желчный не доработал. И здесь уже нужна поддержка. Я расскажу свою схему питания нутрицифтиков и расскажу про то, как я помогла своей клиентке. Напоминаю, я клинический медицинский психолог. И если есть вопросы, связанные с психосоматикой любого состояния, я могу вам помочь. Акне и то, с чем это связано. Обычно это, берем психологию, это обычно стрессовые девушки, у которых кортизол постоянный, у которых тревожность повышена, которые себя еще загоняют кофеином, чаем, я же мать, я же жена, я же преподаватель, я же учитель, я же работник. И обычно кортизол разрушает и кишечник, и другие системы. Могу сказать вторую вещь. Если у вас проблемы с кортизолом, акне тоже будет большой проблемой. Что нужно сразу? Сразу нужно посмотреть мое видео про кортизол и решить этот вопрос. Следующее, что может помочь? Могут помочь энзимы, может помочь каскара, сахарный местициды, если у вас патогенная микрофлора и магний. Плюс я бы добавила из питания обязательно витамин А, Д, Е и Омега. Это все будет, если у вас работает желчный. Если не работает, то посмотрите мое видео, как наладить работу с желчного. Плюс акне, можно работать с зеленым чаем, с протеолитическими ферментами. Очень круто работает. Плюс я бы добавила яблочный пектин, который сорбирует тяжелые металлы, свободные радикалы. В общем, ладно, свободные радикалы, это я уже загнула. Тяжелые металлы, он, правда, может помочь вам из кишечника сорбировать. Плюс вам нужна пантеиновая кислота. И причины акне обычно это инсулин резистентность. Инсулин способствует повышению уровня тестостерона, который увеличивает выработку кожного сала. При этом под действием того же гормона меняются физико-химические реакции и начинаются вот такие проблемы. Паразитоз, угревая сыпь может быть признаком интоксикации организма, когда распадается, в общем, неприятная эта вещь, когда распадается. Плюс недостаток полезных жиров. Плюс могу сказать, что у кого акне бывает загрузка кадмием, свинцом. И это проявляется. Уровень стресса достаточно серьезный. Стресс может вам дать сразу большую историю с акне. Что делать? Устранить гиподинамию, минимум 10 тысяч шагов. Наладить питьевой режим. И провести санацию рта. То есть, если у вас дисбактериоз, то это тоже нужно убрать. Баня 1-2 раза в неделю, если не имеете противопоказаний. Плюс диета при акне простая. В рацион 2-3 приема пищи. Овощные салаты, рыба, несладкие фрукты, ягоды, семена индивидуально, масла холодного отжима, греча, травяные чаи. Через месяц можно наблюдать за реакцией. Плюс я могу сказать, что акне это та история, которая нуждается внутри цептиках. Еще раз говорю. Каскара, чтобы какать. Магний для расслабления. Сахар и местицедий. И лецитин, если вы не кушаете яйца через день. И вместо кофе чай травяной или зеленый. Но зеленый, если у вас опять же дефицит железа или какая-то такая история, это индивидуально. На ночь можно яблочный пектин. Вот такие вещи. Отвечаю вам. Кому близки мои видео, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки. И жду вас в прямых эфирах. Субтитры сделал DimaTorzok.